На мой взгляд, материал, статья, опубликованная на сайте Всемирного фонда дикой природы, она все-таки, ну, она недостаточно объективна. Он будет нападать, но в умеренной степени, скажем так. То есть он не будет нести угрозу другим видам, угрозу уничтожения. Эулафит, хищник, он будет влиять на жертву, на свою. В силу того, что наиболее массовая жертва – это самшитовая огневка, он, соответственно, будет, это будет основной ресурс его пищевой. И как только этот пищевой ресурс будет исчерпан, естественно, численность хищника будет снижаться, выжить ему не за что. И таким образом, ну, наступит определенная биологическая равновесие, в результате которого, в общем-то, сохранятся все виды. Напомню, в конце марта в Самшитово и Леса Сочинского нацпарка и Кавказского заповедника был выпущен первый миллион личинок китайского эулафида. Предполагается, что это насекомое, откладывающее личинки в куколки бабочек, истребит огневку. Она, предположительно, была завезена в Сочи вместе с посадочным материалом в ходе подготовки к Олимпиаде. За два года огневка уничтожила сотни гектаров самшита – редкого вида растений, занесенного в Красную книгу.